Год насыщенный на события. 55-летие первого полета человека в космос и первый старт Самарской ракеты с нового космодрома Восточный. 75-летие присвоения Куйбышеву звания запасной столицы. Календарные поводы стали прекрасным полем для патриотической работы. Итоги подвели на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию в Думе города Самары. В мае мы традиционно праздновали День Победы. Торжества прошли в каждом районе Самары. Это действительно способ сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне. Огромное значение имеет и парад памяти 7 ноября. В этом году в нем участвовал по разным оценкам от 30 до 40 тысяч человек. Такое количество участников – рекорд за все годы проведения парада памяти. Особое значение это событие имеет для юного поколения. Многие школьники впервые становятся участниками столь важных для всей страны акций. К тому же в этом году гостями парада стали представители шести дипмиссий иностранных государств. Если, как я сказала, уже в 2011 году был только город Самара, потом присоединились с 2013 года все 37 муниципалитетов, в 2014 году все регионы Приволжского федерального округа, плюс Воронежская область, плюс Севастополь. И в этом году мы уже перешагнули границы Российской Федерации. Курс верный, будут его и развивать. Предложения общественников больше говорить о почетных гражданах города и области. Их жизнь – пример для подрастающего поколения. В школах организуют показ документального кино о героях нашего времени. Эти фильмы о людях, о людях нашей области, они, конечно, имеют громадное воспитательное значение. Я вот металлогом стал благодаря документальному кино, которое было в войну и после войны особенно, где показывали, как разливает сталь. На заседании подписали соглашение о проведении патриотических чтений имени маршала Александра Васильевского. На конкурс свои исследовательские работы представят ученики 5-8 классов самарских школ. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Это конкурсы рисунков.